13-летний ученик Витновской ДШИ, трубач Тимофей Гмызин, серьезно занимается музыкой 5-й год. Но он уже стал победителем в более чем 40 конкурсах, имеет около 60 наград, из которых 5 гран-при. Первую Тимофей получил в 2016 году. Первый конкурс называется «Рождественские фанфары». Потом постепенно, постепенно, каждый год мы на нем участвовали, чтобы там оставаться. И вот от первого места мы пришли к гран-при, там вот я и получил первый гран-при свой. Тимофей с раннего детства проявлял интерес к музыке, рассказала мама трубача Ирина. Сначала мечтал научиться играть на гитаре, как папа, но дальше знакомства с инструментом дело не пошло. Все определил открытый урок в музыкальной школе, который провел нынешний преподаватель Тимофея Виктор Котович. Тимофей сначала увидел барабаны, сказал, что хочу на барабанах, только на барабанах. Потом, когда Виктор Романович открыл дверь в свой кабинет, и Тимофей увидел трубы, все тромбоны, и Виктор Романович так увлекательно все это рассказывал, у меня сначала сгорелся глаза, а потом я смотрю, Тимофею тоже очень понравилось. Первый раз, когда я к Виктор Романовичу пришел, инструмент мне понравился, потому что, ну как обычно, самый звонкий инструмент в оркестре. Хотя я этого тогда не знал, не знаю почему выбрал, понравился просто, как сказать. Педагог с более чем сорокалетним стажем работы сразу разглядел в мальчике талант и целеустремленность. Тимофей занимается музыкой каждый день по 4-5 часов. Праздники, выходные и каникулы не исключение. За последний год он принял участие в 16 различных конкурсах и в каждом был признан одним из лучших молодых музыкантов. Но одной победой ученик и учитель особенно гордятся. Тимофей стал стипендиатом престижного музыкального проекта «Новые имена России». Теперь делиться своим мастерством с юным музыкантом будут ведущие профессора легендарной Гнесинки и консерватории имени Петра Чайковского. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.